Всем привет, дорогие друзья, с вами снова как всегда Стас, и сегодня такое необычное видео. Я решил записать игру Rim World, если правильно я произнес по-английски. Она меня настолько зацепила, что даже решил в ней немножко поиграть. И мы сейчас начнем новое поселение, сейчас немножко надо музыку потише, общая громкость поменьше, и громкость музыки тоже поменьше. Я играю на MacBook Air, это новая игра, сейчас она находится в альфа-тесте. И сейчас вы поймете, почему она меня зацепила, это как Sims для взрослых, то есть она реально настолько взрослая. Ну, вообще клево, сейчас мы начнем новое поселение, здесь есть три режима сценария. Пишите в комментариях, понравились ли вам мои прохождения, сейчас у меня каникулы могу еще дальше делать. Это аварийная посадка, трое выживших просыпаются в саркофагах криптосно. Вообще, действие развивается, как сказать, на выдуманной вселенной, но очень интересно. Есть богатые исследователи, люди называют вас сумасшедшим, это вы один получается. То есть вы один, трое вас и пятеро племя. Я обычно выбираю аварийную посадку, потому что у них есть всякие начальные ресурсы, неплохие, здесь и винтовка, и пистолет. Также будут разбросаны на карте обломки всякие. А богатые исследователи, получается, один человек, все один исследователь, получается так. И пятеро, это пять людей, кроме машины. В общем, мы выберем аварийную посадку. Далее, можно выбрать и рассказчика, то есть какие у вас случайные сценарии будут. Я выбираю без... Я, наверное, вот это вот выберу, и я выберу строитель базы или легкие испытания. Для игральчих первой расы или казуальных игроков желающие небольшие испытания угрозы опасны на изнутри. Вот это вот мы, наверное, выберем, чтобы, так сказать, не сильно мучиться с этой игрой. И вот эту вот девушку тоже неплохую выберем. Дальше. Создать мир. Случайное зерно выберем. Я не знаю, что это такое глобал. Мы выберем пятьдесят, и сюда нормал-нормал. В общем, все нормально будет, чтобы не переусердствовать слишком сильно. Сейчас идет создание мира. Это такая космическая игра, такое псевдонаучное будущее. Вообще игра, по-моему, создается уже два года, и вот сейчас она вышла в Steam, вы ее можете все купить. Она стоит, по-моему, 500 рублей. Также можете ее, конечно, скачать, но лучше купить, поддержать разработчиков, потому что это действительно очень интересный проект, и который достоин. Вот видите, это вот наш весь мир. Это вот те колонии, которые уже есть. Я так понимаю, то, что с черепками... Я немножко поиграл в эту игру, я уже немножко разбираюсь. То, что с черепками, это, видимо, какие-то враждующие колонии. Давайте мы где-нибудь сядем, где есть леса и немножко гор. Вот здесь вот у нас большие холмы, плотные влажные джунгли. Влажные. То есть здесь очень жарко будет. Мне кажется, что это тоже не очень хорошо, когда слишком жарко. А здесь вот... Еще какое-то поселение будет рядом. Вот здесь вот что у нас. Окей, открывайся. Не хочет. Почему-то все сломалось, ну ладно. Ладно. Окей. А, вот. Ничего не сломалось, это я сломался. Вот дружелюбный регион с проблоданием лесными лесами. Полянами и равнинами обитают множество видов животных. Здесь у нас температура зимой 9,4, летом 26. Вот мне кажется, что это вот довольно неплохое местечко. Или вот это. Что у нас здесь? Гранит и известняк. Мрамор и известняк. Давайте выберем вот здесь, где есть мрамор и известняк. Здесь немножко похолоднее зимой, но я думаю, это не сильно критично. И мы попадаем, мы выбрали место, где мы будем присаживаться. И сейчас мы выбираем место, где... Сейчас мы выбираем, вернее, людей, извините, с которыми мы прилетим на данную планету. Можно случайные имена, а вот случайные персонажи. Я обычно смотрю на то, чтобы они были абсолютно здоровые. И вот это у нас строитель. У него целых 10... Уровень 10 строителей. Максимум 20 уровень. Так, он еще преобладает. Это у нас мужской пол, 47 лет. Не может умственная работа, творчество. Тяжелый неврастенник. Ой, женоненавистник, мне кажется, такое не надо. Ближний бой. Нет, нам надо, во-первых, строителя. Вот это и общение. Нет, это очень... Хаддок, зависть, уродство. Нет, давайте будем на 4 характер смотреть. Жадность, пессимистство, сприимчивость. Нет, мне тоже он не нравится. Она медицина, кулинария. Вот, оптимист. Вот, мы нашли идеального строителя. Здесь небольшой строитель, у него небольшой шрам. Также он еще будет у нас копателем. И он еще и общается. Вот это вообще идеальный, я так понимаю, человек. Перс наш, мы его нашли. А следующий у нас нам предлагают, животноводство, общение 12. То есть... Мне кажется, нам надо врача. Вот, что-то типа вот этого. Исследователя, вот. Легко. Мы нашли идеального нам исследователя, кто нам будет технологии. А это стреляет, отстрелять не умеет. А теперь нам надо охотника, животноводство, какого-нибудь, ближний бой. Вот. Вообще, это... Нет, это ближний бой, лучше стрельба. Вот это у нас получается вообще целый убийца. Ассасин. Понятно все. Стрельба, ближний бой. А медицина у нас кто будет заниматься? Вот это и будет, получается. Мы выбрали трех людей, с которыми будем приземляться на нашу планету. Создание мира происходит. Создание карты нашей. Вообще, игра очень интересная во всех планах. Вы сейчас поймете почему. Здесь надо создавать свое поселение полностью, чтобы оно было независимое. Начиная с деревьев, с деревянных построек, заканчивая космическими полетами. В своих саркофагах под звук сирен и скрежет металл. Едва вы успели добраться до спасательных капсул, как корабль разлился на части. Некоторое время спустя вы приземлились на эту неизвестную планету. Окей. Так и начинается история. Вот, смотрите, у нас трое поселенцев. Давайте пока сделаем на паузу. Давайте осмотримся вообще нашу локацию, куда мы приземлились. Это горы. Я думаю, мы будем строить поселение где-нибудь вот здесь. Здесь что? Известняк, известняк. Вот здесь у нас сталь. Известняк. Я думаю, довольно клево бы строить вот так вот поселение, то есть вдавливаться в гору, потому что она довольно большая. Здесь мы видим остатки прошлых цивилизаций. Это сланец, пол, вот полы. Если будут какие-то шумы, это макбук шумит. Енотики, смотрите, здесь есть енотики. Для начала давайте мы им поставим, чтобы они все это могли собрать, все, что с ними пришло. Так. Окей, персонажа отойдите пока. Так, давайте собираем. Людей пока сюда отзовем. Отойдите. Так что у нас винтовку тоже собираем. Это что такое? Сухие пейки, чтобы им пока есть, пока мы не производим еду. Собираем. Аптечки, это вообще основное, потому что они довольно... Оу. Баус. Ну. Они довольно часто у нас будут болеть, будут нападать. Здесь всякие очень много разбойников. Итак, давайте мы вначале им работу. Во-первых, сделаем. У нас все будут пожарными, все пациентами. Врач у нас получается один отдых, все операторы, пусть работают один. Надзор у нас будет, надзиратель Лорензо. Окей. С животными у нас будет... Дэм. Повар. Мы повара забыли выбрать. Охотник у нас. Вот эта девушка-удийца будет. Строитель. Игра автоматически разложила нам. А вот фермер у нас получается. Ну что, лучше ты будешь фермером. И повар, и врач, и фермер. Ну, ладно, пусть пробудешь. Ты потом разберемся. Кузнеца нам пока не надо. Садовод пусть будет. Паратного нам тоже пока художника не надо. Ремесленника не нравится. Ученый у нас будет один. И это... Ты будешь ученым. Дэм. То есть ты девушка-убийца. Сейчас мы тебе, знаешь, что дадим. У нас есть винтовка нормальная. И пистолет. Мы тебе дадим винтовку. А тебе мы дадим пистолет. А тебе нож. Давайте, разбегайтесь. Все, все, молодцы. Сейчас у нас будет такой экшен. Ох. Итак, ребят. Для начала нам надо область. Нам надо сделать склад, куда бы они все это складывали. Я думаю, склад мы сделаем... Где-нибудь вот здесь пока первичный. Такой вот небольшой. Все, давайте. Понесли. Все это на склад. Активней, активней, активней. Вот они все это у нас на склад. Сколько же животных у нас бегают? Кабанчики вообще. Это что такое? Так это металлолом. У нас пока 300 дерева. Мы можем им сделать небольшие стены. Из дерева, разумеется, пока. Давайте где-нибудь. Вот здесь вот. Чтобы они спали где-то. 70. Еще вот так. Чтобы влезла буквально кровать. На три комнатки сделаем. Давайте побежали. На три комнатки это получается. Где-то так раз. Где-то так два. Вот. Также, чтобы у нас были деревья, надо приказывать их рубить. Которить пока мы никого не будем. Вот у нас прямо внутри деревья. Из приказов вот срубить. Давайте рубите пока. То, что у нас заканчивается древесина. Зачем еще надо строить дома? Потому что, видите, они получаются под крышей. То есть, они защищены и от дождя, и вообще от всего. И им это намного нравится, нашим поселенцам. Хотя пока они не сильно протязательны к тому, что им нравится, что не нравится. Вот уже сухие пайки едят. Какие? Давайте рубите. Господи. Что он... А, окей. Дерево пока на начальных этапах. Это вообще основной материал. Угу. Теперь нам надо мебель, 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 мебель. Постройки, двери. Чтобы они могли входить в свои новенькие домишки. Деревянные. Но все мне кажется, что на этого Лоренза что-то слишком много мы возложили обязанностей. И строить, и рубить, и охотиться. Окей. Вот у нас есть домашнее животное. Спарк, мужской пол, юкширский терьер. Поселенцы нравятся, когда у них есть домашние животные. Это безусловно. Слика у нас карта интересная. Любопытная вообще. У нас 24 аптечки, но... Мы чуть-чуть зашли на склад. Нет, не зашли. Так. Вам здесь нужны кровати. Мебель, кровать. Раз. Кровать, два. Кровать, три. Они уже с по-3 тебе с кровати. Ну, это первый день, так сказать, пока мы выселились. Вы... Компы потерпели крушение. Даже вот так могу сказать. Так что это нормально. Им нужны кровати. Сейчас они здесь проснутся. Так что у нас по ограничениям. Сон до пяти. Сейчас два. Ну, ладно. Ничего. Означение, я думаю, здесь никаких наркотиков. Никаких наркотиков. У нас ни наркоманы. Не дай бог. По технологии у нас пока нет верстака, но мы уже выучили электричество. Посмотрите, сколько здесь всяких технологий, что произошло. Вот. До аж основы кораблестроения и бортовые контейнеры. Контейнеры. Вообще, вообще, очень клевые технологии. Сейчас мы вам сделаем кроватки. Вообще, так спать хорошо будете. Вообще, офигеете. Воренс. Почему у нас все остальные безделенчат? Что-то вообще непорядок. Работа... Еще у нас кто-то может быть этим. Сад Воренс. Пусть будут у нас все все-таки садоводами срезать урожай. Я думаю, это не так сложно. Из приказа давайте мы срубим вот эти вот все деревья. Давайте быстрее, 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 быстрее. Освобождайте нам территории для строительства и материал нам нужен. Давайте, 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 давайте. Активнее, активнее, активнее. А Воренс еще ничего не делает. Алло. Ты. Ну-ка, давайте активнее. Нужно, для девушки быстрее деревья срубают. Рубят. Срубают. Окей. У нас уже есть такие маленькие домики. Но они сами здесь займут. Чьи? Они же у нас умные поселенцы. Так же я бы им сделал полу, но у нас пока ничего нет для пола. Засчитываем уже, можно какую-нибудь небольшую сделать. Хотя я думаю, пока это, в принципе... Так, все, все срубили, да? Так, теперь постройки еще делаем стену. Вот где мы, вот сюда, вот небольшую. Здесь у нас будет кухонька. Вот. Нет, слишком мало мы взяли. Нет, стой, на паузу. Отменить. А, нет, здесь у нас будет не кухня. Здесь у нас будет... Нормально мы взяли, а я запутался. Здесь у нас будет... Где они будут готовить? На этом как раз столько вот хватит места. Все, давайте, побежали. Дверь. Здесь будет... Ой, медленно они рубят что-то все. Это... Потому что им нужна еда. У нас пока есть сухопаек. Это на первое время, то они уже вот так поджирают хорошо. Это у нас что такое вообще? Куст, срезать. Окей, без разницы. Срезайте так. Строите, стройте, стройте, стройте. Это у нас... Отлично перенес. Молодец. Нам пока надо какое-то место свалки сделать, потому что они... Да, области, свалку, где мы сделаем, вот здесь. Сюда пока все это будете переносить. Известняк. Все. Такс, 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 такс. Производство. Нам нужен разделочный стол, во-первых. Значит, мы не очень... Ну, здесь у нас будет разделочный стол и... Плита на топливе. Это сталь. А у нас стали нет, да? Это что такое? Серебро. То есть нам нужна сталь. Залежи деталей. Окей. Известняк. Вот, сталь. Долбите сталь пока. Долби, долби, долби. Копать, копать. Так, давай, давай. Активней. Господи. Я думаю, ты копать пойдешь вначале, чем строить. Здесь как бы все как в реальной жизни. Люди, ну, ленивые. Они такие, типа, мы не хотим много всего делать. Мне у нас здесь порой гейзер не нравится. Он природный источник пара. И он такой поджигает иногда. Все. Вот, видите, они уже спят в кроватях. Им это очень нравится. У нас получается две девушки, один парень. Кто-то из них должен пожениться. Все дела. Компонентов 30. Очень много пока животных на начальном этапе. То есть, они нас еще не боятся. Славка здесь. Смотрите, как все тихо и спокойно у них. Кабанчики тут. Мы вот уже разделочный стол поставили для этих кабанчиков. Так, копай, 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 копай. Нам нужна сталь. Лоренс. Давай. Нужны оборонительные сооружения. Да, я понимаю, что нужны оборонительные сооружения. Сейчас нам пока немножко не до этого. Эту мы стену потом в будущем вот здесь вот сделаем. И вот где-нибудь до сюда, чтобы враги к нам не пробрались. И копать породу. Вот где-нибудь до сюда, чтобы теперь, естественно, стена все дела. Итак, топливо, плита. Тоже можно на три сооружения вот сюда поставить. И повар у нас уже будет готовить. Во-первых, нам... О, смотрите. Страус охотится на страуса. Кто у нас охотник? Немп, по-моему, у нас охотник. Так, оператор, отдых, кузнец, садовод. Вот, охотник у нас... Ты, а что ты не охотишься? О, о. А, у тебя нож, господи Иисусе. Так. Кинь нож, кинь. Как тебе кинуть нож, я забыл. Б. В каком она режиме? Она ничего не делает. В смысле в режиме призыв. Так, убей тогда. Алло. Так, понятно. Охотник из тебя 4, из тебя 9. Тоже ты туда будешь стрелять. Ничего не поделать. Нам нужен мясо. Так, сразу мы тебе задание, добавить задание. Разделать тушу. Да, бесконечно будет. Раз. Так. Делать бесконечно раз. И здесь у нас будет добавить задание. Простое, пока блюдо будешь готовить. Также нам надо поле для садовода. Так, область и посадка. Давайте где мы это сделаем пока. На первоначальном этапе, где-нибудь вот здесь. Такое-то небольшое поле. Где у нас будет расти, дайте рис. Он неприхотливый. Что, так долго не можешь его убить? Наконец-то. Что-то я отнесла, я его хотела на свалку отнести. Разделываем. Также нам надо еще одно. Из построек. Слишком много места здесь им оставили. А давайте, хотя... И, конечно, можем мы внутри сделать склад для еды. Можем. Ничего не сделаем. Здесь как бы им пока жарко. И эта штука испортится через три дня. В общем, посмотрим, как потом будет. Мы пока только на начальном этапе. Стену мы, наверное, здесь где-нибудь построим еще в верстак ученого. Это от меня очень сильно раздражает. Так. Компьютер шумит. Окей. Производство. Вот верстак ученого. Простой. Из стали можем, кстати, сделать. Из что? Чем он будет отличаться, не знаю. Поэтому сделаем, господи, из... Ну ладно, пусть из стали будет. Вот так я понимаю, что он находится наружу. Мы сейчас еще не доделали стену вам. Из построек сейчас стену сделаем. Вот сюда и дверь. Пока мы все делаем деревянное. У нас стали, потому что пока не так много. Гость. Смотрите, у нас гости. Поселенец. Из соседнего племени пришел у нас навести. Сейчас у нас найдет. И офигеет о том, насколько мы классные. Сколько мы с вами классные. Так, сразу мы можем начать изучение технологий. Мы, наверное, вот с каких-нибудь самых простых. Так, это... Ну, пусть с этого начнем. Окей. У нас сразу ученый пошла туда. Что у нас сидом? Что такое одно простое блюдо приготовить? Лежим не... Ага. Я вам... Бесконечно простых блюд надо готовить. Не очень, конечно, хорошо то, что у нас ученый и повар. Это одно лицо. Сейчас мы узнаем, что мы сделаем. Мы сделаем точечную настройку. Так будет легче нам ориентироваться. Пациенты у нас тоже будут все. Врач у нас один. Отдых тоже будет у нас все. Оператор пока один. Надзор. Животными, получается, ты тоже будешь заниматься. Повар это у нас ты. Охотник это... Ты будешь на втором месте. Ты у нас на первом по охотник. Строитель ты у нас один. Фермер ты тоже будешь фермером. Шахтер у тебя будет тоже в первом приоритете. Но садоводы... Я думаю, все будете садоводами посредственно. То есть на втором месте они у вас будут. Кузнецы нам пока не нужны. Носильщики будут обязательно все. Уборщики все. И ученые тоже будут все. Причем так пока распределили как-то. Что ты к нам пришел. Можно, кстати, пообщаться. Ко у нас тут? Самый офигенный из общения ты получается, да? Т-9. Ага. Лорензо. Окей. Можно как-то пообщаться? Нет? Ну ладно. Ты просто пошел, видимо, разведать, посмотреть, что у нас вообще здесь происходит. Происходит пока, в принципе, ничего. Мы только начали свое поселение. Мы только начали свое поселение. У нас такое еще маленькое. Можете, кстати, писать в комментариях, что... О! Вы можете назвать... Да, господи, пусть будет так. Можете писать что-нибудь мне в комментариях, как вообще уцвить, потому что я в эту игру играю не так много. Вам нужен пол. И, кстати, 2-3 тысячи будешь копать из приказов. Приказы шахтера нам сейчас нужны. Это все будет... Это у нас все сталь, да? Мне кажется, нам надо в области свал эту... Склад немножко бы лучше сделать. Он какой-то маленький. Склад. Продлим. Вот. Такой вот склад у нас будет. Да, камни на свалку перенесите. Чтобы у нас стали было побольше. Так, 7 простых блюд. В принципе, вы не голодаете. Только я вижу, что охотник имеет оружие дальнего боя. Почему я не могу кинуть твое оружие? А, окей. Винтовка где-то сейчас стоишь. Все, кинь винтовку. Ты, где ты у нас? Кинь вот эту штуку и возьми винтовку. Я тебе сказал, кинь эту штуку. Все, взяла винтовку. Ты возьми у нас ножик. Угу. Так, охотиться. Где охотиться? Элё, алё. Ты че? Экипировать винтовку, господи. И... Да, убей кабанчика. Все, кабанчика убили. Почему мы туши прячем? А, бешеное животное. Смотрите, уже рандом пошёл. Кто это у нас? Черепаха. Охотиться на черепаху. Вообще убейте её. Это, кстати, опасно. Она может принести... О, нет. Ущерба она нам не принесла. Нам бы, конечно, склад сделать тоже под помещение. Я бы всё-таки из стали делал бы стены для склада. Уже начинал то, что у нас сталь, в принципе, есть. Мы делаем вот так вот где-нибудь. Для склада вот так. Дверь тоже мы сделаем из стали. Сталь, она и холод, и сберегает. И всё, что-то у нас какой-то очень маленький склад, конечно, получилось. Мы посмотрим потом в дальнейшем, что с ним можно будет сделать. Также покрытие тоже из стали. Стальное. Нет, не надо стериль, мне надо стальной, конечно. Вот. Стали у нас пока на это всё хватает. Ага, не хватает уже. Очень жаль. Отменить. Вот уже дождь пошёл, поэтому у нас как-то продукты там бедные. Копать пока можно. Пока, так сказать, дают копать, копай. Я думаю, здесь тоже ещё будет сталь. А так у нас стали. Здесь у нас есть известняк, известняк. Не очень то, что у нас везде известняк. Известняковые стены, нам бы лучше стальные. Ищет детали. Мрамор. Вот ещё сталь у нас. Здесь. Это у нас из ланца. Вот ещё у нас есть стены. Здесь у нас что? Мрамор. Ну, в общем, тебе работы пока хватает. Чего у нас целых? Это и мясо черепахи. О, черепаший суп можете сделать. Можно тут потом как-нибудь так соединить красиво. Здесь какую-нибудь столовую или ещё что-нибудь. Потому что у нас пока три поселенца, а потом уже их будет больше. Тут они разрастаются. Так. Почему вы деревья-то не рубите у вас на складе? Растут деревья, вы чего упали? Вот видите, внутри как бы 23, снаружи 25. То есть немножко холоднее внутри. 23. Вообще, в идеале поставить кондиционер, чтобы он это всё заморозил. Но пока немножко не до этого. Так. С чего у нас все заняты, да? Что мы можем ещё вам сделать? Что я забыл? Для резки камня нам пока не надо. Просто оверстакцию. Пополнение. Что такое? Вот, видите, у нас уже новый житель. Тео. Что ты у нас умеешь? Так. Пожарный ты, пациенты, врач. Три. Нет, ты врач будешь посредственный. Так что тебе вообще ноль врача. Оператор, ты как скажешь. Надзор. Окей. Так. Что ты можешь? Что ты можешь строить? О! Отлично. Как фермер ещё можешь быть. Отлично вообще. Ну, художник, ты пока нам не нужен. А почему-то уборщиком-носильчиком не может быть. А что с ним не так? Что с тобой? Тео. Персона. Психическая вялость. Социум. Вещи. Серебро. Просто блюдо. Бронежилет. Кстати, он в бронежилете. Нужды. Очень низкие ожидания. Здоровье. Шрам от пули. Средний палец левой руки. Поэтому он не может, да, что-то носить. Применять лучше. А не, обычные медокументы. Теперь тебе надо построить бы кровать. Здесь у нас девушка. Вот будешь. Это же Тео. Ты у нас женский пол. Поэтому будешь что-то с парнем геметь спать. Постройки, мебель. Вот кровать. Всё, строй. Так же у нас есть животное. Давайте геметь спальное место для животного. Мы сделаем вот здесь, например. Два спальных места для животного. Я не понимаю, эта лампа работает на электричестве или нет. Сейчас посмотрим. Сейчас мы разместим здесь лампу. По-моему, она работает на электричестве. Но мы, если что, можем всегда разобрать. Да. Убрать. Всё. Что ты сделал? Разобрать. Не убрать, а разобрать. Всё, Тео, теперь у нас ты можешь тоже жить. Готовить блюдо. У нас, видите, у нас повара бы нам какого-нибудь, конечно, отличного от учёного. О, отлично. Учёный, ты будешь у нас учёным. Ты будешь учёным на третьем месте. Всё, отлично. Мы повара нам сделали вообще офигенного, чтобы учёного. Ну, я думаю, на этой сенсационной ноте мы можем закончить нашу игру. Так сказать, первую часть вводную. Если вам понравилось, пишите об этом в комментариях, ставьте лайки. Я сейчас на каникулах, поэтому могу почаще выпускать такие видео, подобные хоть каждый день. Меня, в принципе, не направлено. Я сам сажусь поиграть. Без вас обещаю не играть за этих поселенцев. И так вот прям при вас сохраняем то, что это типа... YouTube. Вот, так что пишите в комментариях, если вам понравилось. Ставьте лайки, ищите меня в социальных сетях, Twitter, Instagram, ВКонтакте. Будем продолжать играть, если вам понравилось. Пишите об этом в комментариях обязательно. Всем спасибо, пока.